Это огромная честь, то что нам доверили сыграть эти роли этим вечером. У меня все произведения, Сергея Щепушкина, любимые. Я многие знаю наизусть. Это ощущение возвышенности, культуры. У меня, в принципе, нет близких мне образов. Мне близок только мой образ. Сегодняшнее мероприятие настолько грандиозное, что никак не могла его пропустить. Это большая дань уважения к нашей мировой литературе. Спонсором выпуска является самый фруктовый и семейный лимонад на свете «Харди Поп». Путешествуйте в мультивселенной разнообразных вкусов вместе с «Харди Поп». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы сегодня находимся в гостином дворе в Москве на удивительном событии. Сегодня пушкинский бал. Костюмы начала XIX века. Кавалеры, изысканные дамы. И видим, как это происходило в те далекие времена. Чувствуем эту удивительную атмосферу. И, конечно, немного переуплощаемся для того, чтобы быть ближе к той эпохе, почувствовать ее дыхание, насладиться ароматом прошедшего времени. Смотрите программу «До семнадцати и старше». Будет интересно. На пушкинских балах, которые воссоздавали атмосферу русского аристократического общества начала XIX века, не было одного самого главного гостя. Эти мероприятия были социальными событиями, где важность придавалась всем участникам. Однако можно предположить, что настоящие баллы этого времени часто посещались высокопоставленными людьми, включая членов императорской семьи и высшую аристократию. Скажите, а какой образ вам приятнее было бы примирить на себя? Наташа Ростова или, возможно, Наталья Гончарова? Кого бы вы выбрали? Ну, это просто одна и та же эпоха вообще. Они обе очень любили платье в стиле а-ля Жозефин с завышенной талией. И сегодня, кстати, очень много гостей пришли именно с завышенной талией, потому что это была Жозефина де Бугарне, супруга Наполеона, Бонапарта. Она именно ввела моду на платье, и поэтому стиль высокой талии называется стиль Жозефины. И платье в стиле Жозефины как раз потом носила и Наташа Ростова, и, конечно же, прототип, да? И, конечно же, Наталья Гончарова. В современных реконструкциях пушинских баллов особое внимание уделяется поддержанию исторической достоверности и культурных традиций, о неприсутствии знаменитостей или особо гостей. Тем не менее, иногда на такие мероприятия приглашают известных личностей культуры, искусства и общественной жизни, чтобы привлечь внимание к культурному наследию и благотворительным целям бала. Честно, если, конечно, это огромная честь, то, что нам доверили сыграть эти роли этим вечером. Гостиный двор – историческое место. Место, которое, собственно говоря, для баллов, про баллы и о балах. Александр Сергеевич Пушкин – любимый поэт, ничего не сказать. И то, что это реконструкция бала 1899 года спустя 125 лет и на 225-летие Пушкина – это особенно волнительно и очень приятно. Это начало импрессионизма или это уже зарождающийся модерн? Как вы думаете? Я думаю, что это сумасшедшая фантазия одного прекрасного человека. Балы можно назвать двигателем прогресса, потому что к балу всегда готовились очень тщательно, и поэтому кайбальный костюм всегда был произведением искусства, поэтому возрождались и развивались ремесла. Это искусство вышивки, ювелирное искусство, конечно, искусство партняжья. И, конечно, баллы были всегда законодателем мод. На балах выстраивался новый стиль, стиль следующего сезона и мужского, и женского костюма. Юлия, скажите, пожалуйста, как долго вы готовились к празднику и чем мотивирован этот изумительный образ? Строгий, лаконичный, элегантный. Спасибо. Вы знаете, во-первых, я очень счастлива присутствовать здесь впервые в своей жизни. Я на балу, и это так здорово, это так волнующе. Вдохновлялась рок-стилем, потому что я сейчас работаю именно в этом направлении, и захотелось как бы вызов такой себе сделать и своему стилисту. И говорю, а объедини-ка рок с Пушкиным и с балом, пожалуйста. Вот, и получилось то, что получилось. Мы померили достаточно много платьев. И Юдашкин был в основном у нас. И что осталось, это юбка от Юдашкина. И, мне кажется, она очень здорово подошла. Это русский дизайнер Диверс. И очень так здорово все подошло друг к другу. На мой взгляд, все очень просто и лаконично. Я не хотела никакие кринолины. Вот это Большой театр. Это Скиперелли. Это Шанель. Яна Расковалова. Ну, что-то есть, наверное, исторические какие-то детали. Что-то есть матрешка, символ России. И поэтому такой Скиперелли – это прям топ of the top. Вот, поэтому сегодня все смотрят на эти башмачки. Ну, как бы я хотела. Мне кажется, удался образ. У меня был очень красивый головной убор. Но мой супруг сказал, что я в нем похожа на злую колдунью. Поэтому я его сняла, этот головной убор. А у меня была очень красивая диадема Шаме. Но мне показалось, что так будет чище образ. Скажите, пожалуйста, ваш образ, чем он навеян? Как вы собирались на бал? Как Наташа Ростова или иначе? Ну, главное, чтобы не как Арина Родионова, хотя. Любимица Александра Сергеевича. Как мы собирались? Прежде всего, увидели дресс-код Black Tie. Ну и, конечно, в рамках пушкинского бала мы с небольшими акцентами решили этот образ дополнить и завершить. Например, перчатки, украшения изумрудные. Мне кажется, что они более часто надевались в то время, чем сегодня. Спасибо. Скажите, а вот женская судьба Наташи Ростовой, Натальи Гончаровой. Кто вам ближе по духу, как женский образ в русской культуре, литературе, в русской истории? Смотря с какой стороны, наверное, посмотреть. Я думаю, что просто быть супругой Александра Сергеевича не так-то и просто, но она славилась невероятной красотой, и в этом заключалась ее большая сила. Могу ли ей это разделить? Конечно, да. Я думаю, что ее образ не импонент. Настя, скажите, пожалуйста, насколько Пушкин современен для вас? Мне кажется, молодежи стоит посещать такие мероприятия, знакомиться с нашими известными писателями и поэтами, знакомиться с их творчеством, с их биографией, обязательно открывать для себя что-то новое, узнавать и, конечно же, не забывать нашу классику. Настроение замечательное. Я очень рада, что сегодня я нахожусь на пушкинском балу. Мой образ – это блузка от Кот Кутюр. Прекраснейшая блуза мне очень подошла, и я очень рада, что сегодня у меня такой образ. Сегодняшнее мероприятие настолько грандиозное, что никак не могла его пропустить. На баллах того времени часто вводились новые танцы, которые затем распространялись по всей Европе. Например, знаменитый вальс, который сегодня кажется классическим и традиционным. Но в времена Пушкина этот танец был новинкой и считался довольно смелым. Балы использовались не только для развлечений, но и для обмена секретными сообщениями между участниками высшего общества. Иногда это были политические интриги, иногда романтические связи. Всем известен язык веера и танцевальных движений. Александр Сергеевич Пушкин был известен своей любовью к балам. Но мало кто знает, что он предпочитал маскарады и часто выбирал для себя костюмы, которые позволяли ему оставаться незамеченным. Это давало ему свободу наблюдать за другими и вдохновляло на создание новых литературных произведений. Наш первый танец. Наш совместный первый танец. Я помню. Я тоже у ларька. У ларька. Вечная любовь. У нас было свидание в парке Коломенское. Мы выходили из парка, когда он уже закрывался. Ларек тоже закрывался. Из ларек тоже закрывался. Из ларека шаурмы, где он закрывал все, звучала из колонки песни «Вечная любовь». Но мы тогда не умели танцевать вальс. Поэтому это что-то было какое-то подобие. Но мы встали и начали танцевать, не договорились посреди улицы. И парень, который закрывал ларек, еще долго не закрывался посреди улицы. Ну и вообще, простите, для девушки это очень волнительно. Потому что вы все сами знаете. Нужно соответствовать эпохе. В очередной раз подчеркну эти платья. Это вот утягивайте талию, пока есть возможность дышать. Это великолепный опыт, который я бы хотела повторить. Я не люблю, я плохо танцую. Не, я танцую, но это не очень мое любимое занятие. Я люблю для себя потанцевать. У меня хорошо муж танцует, очень, очень хорошо. Поэтому пусть он танцует, а я буду работать и другим заниматься. И он классно именно делает это на льду. Согласно указу иммиратора Александра Первого, это небольшое число дворянских детей должно получать наилучшее образование, чтобы потом хоть наилучшим образом участвовать в управлении и освещении растения. Скажите, эти балы, что они дают нашему обществу? Как вы считаете, в чем их польза? Во-первых, чтить память. Во-вторых, это ощущение возвышенности, культуры, утонченности. История костюма, история Пушкина того же, да, вот сегодня сто лет празднуем. Соответственно, нужно помнить свои корни обязательно. И вот эти реконструкции дают нам правильное впечатление, ощущение того, как, во-первых, жили люди раньше, как они праздновали раньше. Кто-то вообще ведь приходит в костюмах, реконструкция, ну, стопроцентная. А мы вот решили осовременить. Я вот тоже очень уважаю тех, кто пришел в реконструкции. То есть абсолютно стопроцентное попадание того, как люди одевались в 17 веке, в 18. Поэтому очень приятно, что меня пригласили. Скажите, вот ваш удивительный образ. Немножко исторический и совершенно современный одновременно. Кто дизайнер и почему вы решили вот именно так одеться сегодня? Согласна с вами, не совсем я соблюла дресс-код, но, насколько я знаю, организаторы сказали, что можно не только историческое платье, но можно вечернее платье. Там с соблюдением нескольких рекомендаций. Вот я, наверное, скорее пошла этим путем. Но дело в том, что и все исторические платья уже давным-давно были разомкраны. А я до последнего не знала, смогу ли я попасть сегодня на этот бал или нет. Поэтому времени там подготовиться за две недели, за месяц не было. А скажите, что для вас этот бал? Какое назначение имеет для нашего современного общества? Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, это со смыслом. Бал благотворительный – это очень важно. Мне кажется, что сейчас в то время, как раз-таки, когда мероприятия со смыслом пользуются большим спросом. Поэтому, наверное, и столько людей сегодня его поддержали. Как вы считаете, какое значение имеют такие балы в современную эпоху? Великолепные, большие значения. Это как минимум красиво. Это как минимум очень исторически важно. 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Великая наша мерила, гений литературы. Я думаю, что благодаря Александру Сергеевичу мы сейчас и говорим на том самом русском языке. И благодаря именно этой речи его произведения не теряют актуальность. И, конечно, это всегда про что-то волшебное, про что-то сказочное, про определенное прошлое, которое заключено здесь в настоящем. Это большая дань уважения к нашей мировой литературе. И я очень позитивно отношусь к таким эстетическим, красивым мероприятиям. Эти факты показывают, что пушкинские балы – это не просто вечеринки, а сложные социальные события с богатой историей и множеством традиций. У меня все произведения Александра Сергеевича Пушкина любимые. Я многие знаю наизусть. Потому что барышня и крестьянка, потому что я воспитывалась вообще на Пушкине. У меня мама очень его любила, как учитель русской литературы. А кто? А кто, если не он? Конечно. Мы недавно перечитывали Евгения Онегина по кругу друг за другом книгу. Если вы ее не читали со школьной скамьи или, может быть, читали лет пять назад, мы вам очень сильно советуем. Когда повзрослели, совершенно по-другому все. Особенно, прости, особенно перечитайте со всеми ремарками. Если бы вы встретили сегодня на балу Наталью Гончарову, представим себе, о чем бы вы с ней хотели поговорить? Что бы вы ее спросили? Хороший вопрос. Мне кажется, мы все про нее знаем. Мне кажется, что лишних вопросов уже можно не задавать. Все было бы понятно. Просто бы издалека полюбовалась. Я бы спросила, что ее по-настоящему беспокоило в то время. Интересно, что в душе было у человека. Ведь те люди, они совершенно по-другому думали, чувствовали, мыслили. Другие заботы были. И мы сегодня погрузились в эпоху 19 века. Мы побывали на настоящем балу времен Александра Сергеевича Пушкина. И, конечно же, почувствовали эту удивительную атмосферу. Мы стали героями тех самых литературных произведений, которые знаем с детства. Это удивительно. Надеюсь, вам понравился наш выпуск. И до новых встреч в эфире. И с вами Ирина Ларионова. Спонсором выпуска является самый фруктовый и семейный лимонад на свете «Харди Поп». Путешествуйте в мультивселенной разнообразных вкусов вместе с «Харди Поп». Всем привет! С вами рубрика «Фэшн». Это самые модные девчонки Эмилия и София. Сегодня мы узнаем о моде и трендах. Не переключайся, будет интересно. А сейчас мы пообщаемся с певицей Анжеликой Агурбаш. Считаете ли вы себя модницей? Конечно. Я думаю, что любая женщина, любая девушка, она однозначно уже рождается модницей. Расскажи о своем сегодняшнем образе. Я сегодня в образе лета и в образе этого прекрасного фестиваля. Расскажи о своем сегодняшнем образе. Ну, сегодня мы на летнем вайбе, поэтому у меня такое голубое платье, пол, да, и с такими рукавами, то, что сейчас является большим трендом. Ну, мне кажется, мой образ говорит сам за себя. Я не боюсь жары, как Люси Чеботина, и считаю, что даже в жаркое время можно выглядеть элегантно и весьма в длинном платье, которое и показывает твою фигуру, и все-таки закрывает какие-то части тела, которые иногда для некоторых мероприятий надо закрывать. Расскажите о вашем сегодняшнем образе. Сегодняшний образ на мне кардиган бренда «Ломаться», шляпка Катарины Шапале и платье бренда Нины Лямовой. Какая вещь обязательно должна быть в гардеробе у каждой девочки? Ну, я думаю, что это зависит от предпочтений каждой девушки, но элементарно базовый гардероб – это маленькое черное платье, это белая рубашка и черные брюки, либо юбка, и, конечно, огромное количество аксессуаров, но еще хорошие джинсы с хорошим жакетом, на все случаи жизнь. Мне кажется, маленькое черное платье, как у Шанель. У каждой девочки обязательно должно быть платьице, красивое, на каждый сезон. Вот сегодня, например, мы с вами в летних платьишках, также должны быть какие-нибудь плотные на зиму и на осень. Ну и, как я знаю, то, что сейчас самый трендовый цвет – это желтый и зеленый, поэтому девочки-модницы обязательно придерживаемся этого тренда и используем в своих луках, в своих образах. Какая вещь должна быть в гардеробе у каждой девочки? Ну, у каждой, вот у каждой женщины, говорила Коко Шанель, в гардеробе должно быть маленькое черное платье, а у каждой девочки в гардеробе тоже должно быть милое, нарядное, красивое платьице. Вот такое, как на тебе, как на тебе, вот эти милые летние луки. Вам очень хорошо в них. Делаем выводы, что мы сегодня в тренде. Я в белой классике, а на мне, как вы могли заметить на платье, есть самый трендовый цвет сезона – зеленый и голубой. Как ты думаешь, что лучше, одна дорогая вещь или много бюджет? Я думаю, что несколько дорогих вещей должны быть, потому что даже если это вещи не кричащие, ты все равно знаешь, понимаешь, что это брендовые вещи, созданные великими дизайнерами кутюрье, и это дает тебе внутреннее правильное ощущение и, конечно, внешний статус. Я люблю миксовать вещи дорогие и бюджетные. Мой ответ – смотря для чего. Можно купить, если вещь, которая не выйдет никогда из моды, ну, относительного понимания моды, некая базовая вещь, то она должна быть дорогая. А есть вещи, которые можно менять легко. Это как бижутерия. Не обязательно купить одни дорогие бриллиантовые серьги. Можно купить много интересных комплектов бижутерии, менять их и не жалеть о том, что они потерялись. Поэтому вопрос места и времени. Что должно быть в гардеробе каждого модного человека? Все должно быть в гардеробе у каждого модного человека на все случаи жизни. Но в первую очередь это важнее, конечно, всего для девочек. Мужчинам достаточно иметь костюм, галстук, ботинки, ну и джинсы с шортами, со шлепками. Как вы думаете, что лучше, иметь одну дорогую вещь или много бюджетных? Лучше одну дорогую. Дай совет нашим телезрителям, как оставаться стильным. Всегда нужно находить те вещи, которые подходят вашему типу фигуры, те цвета, которые подходят вам. И, конечно же, следить за обзором, и за новинками, и за коллекциями. Как ты думаешь, что лучше, одна дорогая вещь или много бюджетных? Мне кажется, что и у дорогих брендов, и у дешевых, у всех есть хорошие вещи. И даже иногда не понимаешь, это дорогая вещь или дешевая, а выглядит как дорогая. Поэтому тоже не стоит гнаться за более дорогими вещами, потому что в масс-маркете тоже есть много хороших, качественных вещей. Но на какие-то мероприятия, на какие-то события, конечно, все-таки надо найти что-то торжественное, красивое, что есть в более дорогих коллекциях. Дай совет нашим телезрителям, как оставаться стильным. Просто быть собой и знать то, что тебе идет. Быть стильным и быть во времени – это быть естественным, быть настоящим. И в любой одежде, будь то брендовая одежда или бюджетная одежда, ты должен чувствовать себя максимально комфортно и раскрепощенно. Ребята, главное – найти самого себя, почувствовать, какой ты. Нет смысла гнаться за тем, что модно сегодня. Важно, чтобы вы понимали, кто вы, позиционировали себя и несли этот стиль в течение своей жизни. Тогда вы никогда не выйдете из моды и будете всегда интересны и, главное, харизматичны. Ну что, друзья, а с вами были самые модные девчонки – София и Эмилия. До новых встреч в эфире. Пока-пока! Спонсором выпуска является самый фруктовый и семейный лимонад на свете – Харди Поп. Путешествуйте в мультивселенной разнообразных вкусов вместе с Харди Поп. Всем привет! Вы смотрите программу «До 17 и старше» и это рубрика «Здоровье». Ну а с вами я, Настя Агдунова. Сегодня мы пообщаемся с лор-хирургом, пластическим хирургом, кандидатом медицинских наук и врачом высшей квалификационной категории Егине Воросян. Здравствуйте, Егине! Здравствуйте! Правда ли, что ринопластика меняет внешность до неузнаваемости? Этот миф довольно распространен, но на самом деле ринопластика не изменяет вашу личность. Хороший пластический хирург стремится сохранить естественный вид вашего лица и носа, улучшая его пропорции. Бытует мнение, что после ринопластики всегда остаются шрамы. Так ли это? Современные методы ринопластики позволяют минимизировать видимость шрама. В большинстве случаев шрамы располагаются внутри носа или на его незаметной части. Сколько времени занимает реабилитация после ринопластики? После операции нос будет опухать и требовать времени для восстановления. Полный результат можно уже оценить только через несколько недель или месяцев. В среднем это полгода, а обычно это год-полтора года в зависимости от кожи пациента. Это плотная кожа, тонкая кожа. Есть некоторые нюансы в этом вопросе. Какие есть показания к ринопластике, кроме эстетических проблем? Хотя многие люди обращаются к ринопластике с целью улучшения внешности, есть также медицинские показания для данной операции, такие как врожденные дефекты, травмы или проблемы с носовым дыханием. Наши теледрители часто задают вопросы. Какие риски и осложнения имеет данная операция? Как и любая операция, ринопластика может иметь риски осложнения, связанные с анестезией, с инфекциями, неправильным заживлением тканей. Поэтому важно обсудить все вопросы до операции с оперирующим хирургом. Егина, какой работой вы гордитесь? На самом деле ринопластика, первичная ринопластика при искривленных носах очень-очень струднительная в плане техники, в плане дальнейшего заживления. Поскольку я являюсь лор-хирургом изначально и умею работать на перегородке, это мне дает возможность в моей практике получить наиболее, наилучшие результаты ринопластики именно при искривленных носах. Вот этим я и горжусь. Ну что, друзья, наверное, каждому интересно, как же проходит операция. Так что давайте заглянем в операционную. Внимание на экран. Здесь всегда есть достаточно профессиональная команда. Это медсестры, это анестезиолог, оборудование современное, микроскопы, эндоскопическая техника, радиоволновая техника. Также хочу сказать, что для выполнения достаточно щадящей ринопластики я использую ультразвуковой скальпель, для того, что позволяет более точно проводить срезы и иметь более щадящее отношение к костным структурам носа наружного. Но здесь тоже надо понимать, что здесь надо побольше оттепаровываясь ткани. То есть здесь есть только один нюанс. А так, в принципе, это достаточно на сегодняшний день считается достаточно щадящая методика. В операционной, например, я стараюсь максимально получить тот результат, который требуется. Но есть факторы, которые могут в послеоперационном периоде влиять. Это там формирование рубцов, приживление тканей и так далее. В целом, так скажем, реабилитация после ринопластики достаточно комфортная получается. И на 14-е сутки фактически отёки есть ещё, но нос уже начинает дышать. Лучше дышит нос. Синяков практически нет. Елена, я впечатлена результатами. Но а как же найти своего врача? Я очень рада, что вам понравились результаты операции. За моими плечами огромный опыт работы, в том числе в лорхирургии. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда готовы помочь. В нашей рубрике «Здоровье» мы знакомим вас с лучшими специалистами столицы. Так что подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, которые вас интересуют, и мы обязательно ответим на них в следующих выпусках. Ну а с вами была я, Настя Гдунова и Воросян Егине. Увидимся в следующих выпусках.